...который я не видел ни до этого, ни после, как раз консультировал их я и по результатам мы сняли начальницу ДГИ города Далека, по результатам визита. Так, ну вот и теперь мы уже в этом же году перебираемся ближе к центру, на Британе, все помнят этот адрес, такой маленький домик, теперь мы перебираемся в центр, в подвал Назырного 102. Вот в таком видео он выглядел изначально, вы видите, здесь есть Леня Райф, Магрюба Пшеникова, Илка Луизиш и Ася Андреева. И вот из этого подвала мы своими руками, можно сказать, и своим трудом преобразовали вот в какое-то такое телевизорное помещение, которое многие из вас знают, были, видели, но выглядел он так. Спасибо большое. Здесь все на субботники, потому что в этот подвальчик часто заливался водой и там были такие наводнения, чтобы как-то их избежать, мы все принимали участие в таком субботнике и засыпали каналы. Ну вот здесь вы видите всех членов, почти всех членов нашего комитета, только вот несколько лет. В этом году исполнилось пять лет разделения на граждан и неграждан, и естественно был организован пикет, посвященный такой трагической дате. И вот на этом пикете тоже многие могут увидеть себя, естественно, здесь присутствуют. И правда фотографии уже, конечно, не могут. Это же качество, но различить людей можно. Так, ну вот здесь вы видите пикет избирательного участка. Номер один. Да, и вы видите здесь председателя комитета Геннадия Котова и Юрия Котова, которые здесь присутствуют, которые с года в год на каждом выборах периодически устраивали такой пикет. Я думаю, что понапомни и международному представителю международной констанции, а тоже, что у нас будет в год на пять странах. Вот пять лет в комитету и вы видите, что у нас уже пятилетели. Лучше стал. Лучше надея на фактах, а не надыхал. И уже в то время у нас было два центра для невегалов. Один был Голойна, и один был Наталья. И занимались, и было специальное законодательство, и занималась Илга Узиш, Татьяна Аркадьевна, Астя Андреева, которая здесь присутствует. Я думаю, что я должна сказать, что наша Илга Узишка, помимо того, что она у нас важна судьба, она у нас сейчас всякие безобразие на пикетах. И, в общем, не располагается, а за это она штрафована за то, что просто укрывала ее, открою такую тайну, что у Крымов по себя невегалов. В общем, да. Следующий кадр. Девяносто восьмой год. Сотвечий комитет активно включается в работу. Координационного совета общественной организации. А вот Олег Гацуляк, многим из старых знакомой, вот это он и предлагал создать вот ту структуру, в которой мы сейчас присутствуем. Он там и написал устав, там и все-все-все, и бегал, и всех уговаривал о том, кто все русские должны объединиться. Хотя отец у него украинец, а баба еврейка, да зато он носил все боевые ордена, своего отца, памятника освободителя Бриде, как до 9 мая, да и сейчас в 20 мая. Вот так, как бы, до сих пор существует еще одна короткая структура. Да, и в этом году все мы стали заниматься контрактами на международном уровне. Значит, представители КПЧ выступают у нас сессии на рабочей группе функционального комитета по правам человека ООН. Регулярно, начиная с 98-го года, Латвийский комитет представляет свои доклады на их совещаниях, сначала ФБСЕ, потом ОБСЕ. Совещание по человеческому измерению в Варшаве, где присутствуют представители государства и представители неправительственных организаций. И обычно представители неправительственных организаций рассказывают о тех проблемах, которые существуют в государстве, а представители государства должны, как бы, ну, желательно давать ответы на те вопросы, которые задают неправительственные организации. И на протяжении многих лет многие члены комитета ездили и представляли там доклады о ситуации в Латвии. Вот, Леонид Райхман и Алексей Демитров, они наиболее активно занимались налаживанием контакта с международными структурами. Но здесь вот у нас уже такая фотография, это уже дело Райхмана и Леонид Райхман. И его бы, сопредседательных организаций, в прошлом бы, когда теперь заменяем, как умеем? Да. Он просто меняет тяжело. Алексей Демитров, юрист комитета, с 99 по 2004 год он редактор информационного великолепия в Майоре 36 в Латвии на английском языке, который доставлял массу неприятности нашим властям, поскольку регулярно фиксировал и публиковал те нарушения международных документов, которые описывали в Латвии. И, кроме того, он готовит альтернативные доклады, в частности, парамочная конференция о защите паспортных и нарушений. Сейчас Алексей Демитров, юрист комитета, с национальной цели, и тоже мы являемся членом. Написал еще где-то чуть менее 10 конституционных, с которых половина выграно. В общем, найдем много очередей. Можно показать тяну на целый час, но это, можно сказать, практически о каждом члене комитета, и он просто не выдержит. Да, у нас здесь столько времени. Это 98-й год, конференция United, объединение для борьбы с членов и реализмом интенсивной нации. Это вы? Да, да, да. Грустно. Значит, и, естественно, после этой организации, в тюрьме 9 ноября, я и Алексей Демитров, мы провели лекции в школах Риги, о холокосте, и еще некоторые предприятия связаны с этим. В печальном событии. 99-й год, закон о языке. И вот опять латвийский комитет активно включается в работу, и вы видите эти пикеты, пикеты полосеема, знаменитые наши плакаты, которые тоже мы не уезжали. И вот мы не нашли фотографии, когда все стояли в таких масках, у которых был закон о языке. Помните, все стояли в этих масках, была маска в фотографии? Зато в Афи есть все эти ваши плакаты, и звоните в Афи. Да, в масках нету, которые поможут, да? Есть чем-то маски. Вот, это уже сенгент в Украине, это министра. И наконец, после замечательного митинга, который был около памятника, да? Все пошли на трехсуточное сидение около президентского дворца. Вот это замечательное трехсуточное сидение. Здесь вы видите Леони Драйхман, Билга Озиш, Ася Андреева. Кстати, Ася Андреева у нас с самого начала основания комитета и занималась круглопечатниками, нелегалами. И все нелегалы как-то вот окружаются вокруг. Ну, сейчас все это июль месяц. И три дня не было до пять. И вот, значит, наконец на третьи сутки все уже ждут выжигания этого решения. Следующий. И вот, президент вернул и закон на повторное рассмотрение. Вы видите, что это ликование. Все-таки этот пикет завершился победой. И мы переходим дальше. Ну, уже в 2000-й год. Что же происходит в 2000-м году? В 2000-й год, а где президент Еврокомиссии Романа Продибли, не функционированный пикет, и мы создаем требования у нас меньшинство, у 10-й год. Ну вот, что он Продибли, открою лишь слева. И приемом это? Геннадий Кота, Олег Гацеля вручают ему требования комитета. В этом же году рассматриваются дискриминационные правила в законном языке. Дальше. Вот этот коврик, который, как бы, хранили нам, и свечи вокруг него. И те, кто участвовали в этом пикете, помнят, как каждый день мы перед этим пикетом собирали все эти материалы, и шли, тащили на пикет, и стояли за пикетом. А вот некоторые еще помняты, товарища Ватрухти, это взрыватели и хэш-хтук по числу, категория издания латышского языка. Вот тогда именно ввели хэш. И автор этой идеи Динадий Котов, тоже долгое время руководительской комитетом, он, по-моему, все эти мероприятия физические заявления. Так, 2001 год. Опять 15 октября, 10 лет без правия, неграждан. Митинг около памятника Райнесу, и там всегда у нас Владимир Викторович был. И в этот же год, да, Владимир Викторович, и в этот же год, 10 декабря, в преддверии принятия Декларации прав человека, около Дома Конгрессов, было такое замечательное представление. Вот там Динадий, там скромно на заднем плане держится, это Котов, который, так сказать, стадарь, и много всего чувак в этом представлении. И после этого мы пришли к акции. Но мы занимались не только пикерами, а не только акциями прямого деятельности, естественно, в администрации комитет по правилам человека, и на Ширяевского проказора, естественно, проводил семинары, сам участвовал в семинарах. В частности, вот этот семинар был вопросом международного судопроизводства. И вот на этот семинар пригласили одного адвоката, господина Белого Белого, который и прочитал лекции о практике витения Европейского суда, и вообще о практике внеоте международных актов, документов. И мы все, как бы, повышали свою квалификацию тоже, так что мы не только стояли на улицах, бегали с плакатами. Но это нужно сказать по кругу. Белый вел три, по-моему, дела, комитета Европейского суда. Три он вел, правда, и любой, Харис. Вот в том числе, да, по-моему, мы не везло. И общество выиграла сегодня. Но выиграл в первом туре, а во втором, к сожалению, уже играл. И я скажу, что у нас в воскресенье будет семинар, круглый стол, посвященный практике защиты права отечественников на международном уровне. Этот семинар приглашен в Белгоуринг, и вот доклад называется «Латвия, Рубец, Подколзина, Жданок и Я». Вот такое у него интересное название. А Подколзина, подколзина, выдранное, белочное слово, обратное. Вот, это мы уже в отремонтированном помещении после субботы. Шлебенгальнштейн, семинар «Шлебенгальнштейнс», это число проблемам над меньшинствами. Там было очень интересно, немецкое меньшинство в Дании, датское меньшинство в Германии. И вот они объясняли нам, как надо жить, какие у них права, есть ли у них права на обучение на родном языке, и какие у них права на школу на родном языке, школу на училище, очень интересный объем мнений. Я спросил у руководителя семинара, можете назвать самые яркие примеры коррупции в Дании. Он так засмучался красиво и сказал, да, был один в 1946 году, и мы все очень огорчили. Так, 2003 год. Антивоенные выступления, в которых комитет тоже активно участвовал, это отдел из пикетов против войны в Ираке. Следующий. И наше замечательное шествие. У нас было такое замечательное движение «За нейтралитет», и мы видите эти плашки, и мы вместе, совместно с этим движением «За нейтралитет» тоже организовали шествие от американского посольства. Все его, по-моему. У нас было такое, да. Прежде всего, как будто бы ураду с вами. Вот здесь у нас Эльвира Михайловна, тоже член нашего комитета.